Иисус, слава Тебе, слава Тебе, слава Тебе, Иисус. Слава Тебе, слава Тебе, слава Тебе, Иисус. Слава Тебе, 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 слава Тебе Ты Альфа и Омега. Первый и последний. Начало и конец. Царь всех царей. Тот, кто был и есть. И грядешь. Мы поклоняемся тебе. Муж-войн. Мы благодарим тебя за то, кто ты есть. Ты великий. Ты великий. Ты чудесный. Ты превосходный. Ты велик. Ты велик. Мы почитаем тебя. Мы благодарим тебя за твое чудесное присутствие. Мы просим тебя благослови это служение. В твоем чудесном присутствии. И измени все. Пусть мы пойдем домой. Зная, что ты пришел. Что мы встретились с тобой. Истинным, живым Богом. Тем, который не проиграл ни одной битвы. Ты Бог. Который никогда не проиграл ни одной битвы. Мы славим тебя. Мы славим тебя. Мы славим тебя. Который никогда не проиграл ни одной битвы. Спасибо, Господь. Во имя Иисуса. И кто-то громко закричал. Аминь. Сегодня вечер криков. Победа в твоем крике. Победа в твоем крике. Будешь помалкивать, проиграешь. Будешь кричать, выиграешь. Победа в твоем крике. Ты должен домой пойти с победой. Скажи соседу, сегодня ты домой должен пойти с победой. Аплодисменты. Аплодисменты. И пока стоите, откройте свои Библии. Вторая книга про Липоменон. Двадцатая глава. Я сегодня хочу говорить о Боге битв. А Боге, который не проиграл ни одну битву никогда. Есть здесь кто-нибудь, кто сражается в каких-то битвах? Сегодня твой вечер. Вечер победы. Ты отрубишь голову этой змеи. Библия говорит во второй книге про Липоменон двадцать. Во втором стихе. И пришли и донесли Иосафату, говоря, Идет на тебя множество великое из-за моря от Сирии. И вот они в Хацацон-Фамаре. То есть в Йенгеде. И убоялся Иосафат. Вот это новость. Кто-то к нему пришел. И говорят, Иосафат Множество великое Не пара человек. Великое множество Идут против тебя Из-за моря Из Сирии. Нехорошая новость. Они не идут попраздновать. Они идут погубить. И Библия говорит Иосафат убоялся. Страх нормальный. Но вот когда слишком много страха Начинаются проблемы. Можете сесть. Знаете, есть некоторые люди, которые известны тем, что приносят плохие новости. Но знаете что? Плохая новость, это хорошо, если это правда. Потому что ты тогда можешь подготовиться. Ему сказали, Иосафат. Некоторые люди идут против тебя. Каждый день мы сражаемся в разных видах битв. Битвы дома. Битвы на работе. Битвы в разуме. Битвы в семье. С друзьями. И бывает, все сваливается на тебя одновременно. С севера, юга, запада и востока. Иов сказал в 14 главе Иова, в первом стихе, что человек, рожденный от женщины, у него дней мало, а неприятностей много. Это то, что Иов сказал. И это правда. Удивительно, как иногда получаешь звонок за звонком, за звонком, о всяких битвах, о проблемах. Но тебе нужно понять одно. Это часть жизни. Нужно прийти к такому состоянию, когда ты перестаешь жаловаться о своих битвах, о неприятностях. И просто встретить их лицом к лицу. Не убегать от них. А встречать их. И встречать их не своей силой и не своими способностями. А встречать их, потому что есть Бог, не боящийся проблем. Я называю его муж войны. Великий муж битвы. Тот, который никогда ни одну не проиграл. Поэтому каждый раз, когда я вижу какую-то битву, я бегу к нему. Посмотрите, что сделал Яссофат. Яссофат, когда он услышал эти новости, это было нормально, что он убоялся. Но он сделал хорошую вещь. Он обратил лицо свое взыскать Господа. Он обратил свое лицо взыскать Господа. Многие из нас этого не делают. Мы, во-первых, пытаемся разобраться с проблемой. Но посмотрите, что он сделал. Он услышал плохие новости. Великое множество идет против тебя. Он принял новости. Испугался. Но сделал правильную вещь. Пошел к Господу. Он обратил свое лицо, чтобы искать Господа. И он объявил пост во всех городах. Слава Богу! И Библия говорит, что он встал посреди собрания иудеев. И посмотрите, какой молитвы он молился. Господи Божий, отцов наших! Не ты ли Бог на небе? Разве ты не владычествуешь над всеми царствами народов? И в твоей руке есть сила и крепость? И никто не устоит против тебя. Не ты ли Божий наш? Изгнал жителей землищей перед лицом народа твоего? Он продолжал и продолжал говорить с Богом. Если ты хочешь быть успешным в этой жизни, тебе нужно знать, как разговаривать с Богом. Некоторые люди не знают, как говорить с Богом. Это искусство. Попроси Бога научить тебя с Ним разговаривать. Я постоянно людям говорю. Есть три личности, с которыми тебе нужно научиться справляться и разговаривать. Первая личность, с которой тебе нужно научиться разговаривать, это Бог Отец. Вторая личность, с которой тебе нужно уметь разговаривать, это дьявол. И третья личность, с которой ты должен уметь разговаривать, это ты сам. Это три самых важных личности на земле Бог, дьявол и ты Если ты умеешь говорить с Богом и умеешь говорить с дьяволом и умеешь говорить с собой у тебя будет постоянная победа Дэвид все время с собой разговаривал Он говорил, душа моя Ты почему так опускаешься? Почему ты в депрессии? Почему ты расстроена? Надейся на Бога Все еще есть надежда Он умел с собой разговаривать Тебе нужно научиться смотреть в зеркало и разговаривать с тем, кого ты там видишь И сказать этому человеку Ты не ошибка И тебе не назначено проиграть Это лишь еще одна битва, чтобы явить славу Божию Моисей умел говорить с Богом Было время, когда Бог сказал Я всех смету с лица земли И Моисей сказал Как ты можешь это сделать? Если ты так сделаешь, люди будут смеяться на тобой Люди скажут, вот вывел народ, а завести не смог И Моисей сказал Богу Отойди от этого зла И Бог сказал Извини Моисей Извини Моисей Нужно научиться говорить с Богом Теперь посмотрите Он говорил, 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 говорил В 15 стихе Бог говорит И это слово для кого-то в этом зале И это слово также для кого-то, кто не находится в этом зале, а кто смотрит По видео И это слово пришло ко мне Этим вечером, когда я молился за это собрание И нужно, чтобы ты ее принял В 15 стих И сказал он Слушайте Все иудеи и жители Иерусалима Все в Латвии, все в Риге Все жители этой земли Слушайте это Бог говорит к вам И царь Иосафат Так говорит Господь к вам Не бойтесь и не ужасайтесь Множество сего великого Запомните, Бог никогда не отрицает факт Он не сказал Они ничто Нет, Он сказал Они есть великое множество Но не бойтесь их Почему? Потому что эта война Не ваша Эта война не ваша Сегодня Сегодня Передай Все битвы Господу Не уходи отсюда Ни с какими своими неприятностями Есть благодать, чтобы Бог взял сегодня твои проблемы Я не просто говорю, чтобы вас обрадовать Я говорю вам откровение Он говорит, послушайте, не бойтесь из этого великого множества Они великое множество Ты не можешь с ними сразиться Ты не можешь победить Но хорошая новость Что это не твоя война Война моя Не волнуйся О том, как ты прокормишь своих детей Не волнуйся О том, как ты заплатишь свои счета Не волнуйся О том, как Ты решишь эту проблему Так говорит Господь Война не твоя Война Господня Сегодня Господь берет эту битву Он берет эту ситуацию И Он покажет тебе Что Он Бог И Он сказал Ясапат Он сказал Ясапат Завтра Слава Это пророчески Он сказал Ясапат Завтра Выступите против них Потому что они точно придут Выступите против них Вот они сходят на возвышенность цит И вы найдете их на конце долины Перед пустыней Иерулым Ясапат Ты их увидишь Но послушай Тебе не придется сражаться на сей раз Просто позиционируй себя Стой спокойно Халлелуя И увидишь Спасение Господня Который с тобой Иуда и Иерусалим Не бойтесь И не ужасайтесь Завтра Выступите на встречу им Ибо Господь с вами Слава Богу Господь со мной Господь со мной Господь со мной Господь со мной Я не один Я не один Ты не один Мы не одни Есть Бог На небе Он сражается И выигрывает Никогда не проигрывает Ибо Он говорит Слушай, завтра Выйди и ты увидишь Но ты не будешь сражаться Я буду сражаться Бог кому-то говорит Просто забегай за меня И всю остальную битву оставь Не волнуйся сам Не думай, как это будет сделано Изгони свои бремена на Господа Он заботится о тебе Уповай на Господа Всем сердцем своим И не полагайся на разум свой Во всех путях своих Признавай Его И Он принесет тебе победу Это слово для кого-то Тебе не нужно умирать из-за страха Тебе не нужно умирать из-за высокого кровяного давления Тебе не нужно думать, как же ты решишь эту проблему Это большая проблема Но Бог, которому ты служишь Больше Чем что-либо через что ты проходишь Он Бог битв Он могущественный муж В битве Тебе не придется сражаться в этой битве Завтра Ты увидишь победу В 67-м псалме Давид говорит Да восстанет Бог Вам нужно учиться это говорить Нужно научиться свои неприятности, проблемы отдавать Ему Как только приходит проблема, ты отдаешь ее Ему Ему это нравится Это вера Он говорит Да восстанет Бог Кто из вас хочет, чтобы ради вас Бог восстал? Он это сделает Он восстанет Ради тебя Он будет сражаться Ради тебя Он явит себя сильным Ради тебя Да восстанет Бог Да восстанет Бог Да восстанет Бог В твоем доме Он восстанет В твоем бизнесе Он восстанет Относительно твоего здоровья Он восстанет Почему? Он Бог битв Он Бог не боящийся неприятностей Он Бог, который говорит Отдай мне свои проблемы Сегодня Он встанет Когда ты начнешь молиться В следующие несколько минут Он восстанет И к тому времени, что ты попадешь домой Или проснешься завтра Ты будешь удивлен Что некоторые вещи Которые прямо окружали тебя Будут обнизвержены Халлелуя Халлелуя Когда я отправлялся в эту поездку У меня были две крупные проблемы Очень большие вопросы И я отказался волноваться об этом Я продолжал говорить Бог восстанет Я продолжал говорить Бог Это битва не моя Это твоя битва Я живу тем, что проповедую Это моя жизнь И я продолжал говорить Битва Господня Я говорил Бог восстань Ради меня Относительно этой ситуации Бог восстань Ради меня Относительно этой ситуации Я продолжал исповедовать слово Битва не моя Я говорил Я не могу сражаться В этой битве Было три крупных вещи Которых было достаточно Чтобы держать меня в депрессии Но я отказался Битва Я отказался радовать дьявола Я продолжал доверять Богу И сегодня после обеда Я получил три телефонных звонка Все три проблемы Ягова решил Все их Кто-нибудь закричите Бог восстань Ты хочешь, чтобы Бог восстал? Так скажи Ему Это сидя как профессор Нельзя говорить Да восстанет Бог В моих финансах восстань Скажи Бог Относительно моих финансов Восстань Относительно моего здоровья Восстань Относительно моих детей Восстань Относительно моего служения Восстань 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 Знаете Когда ты в доме Божьем Ты не будешь так сильно орать Но когда ты в доме Божьем Ты можешь кричать Да восстанет Бог Да восстанет Бог Да Господь Да Господь Восстань Восстань Ты должен быть борцом Знаешь, чего дьявол хочет? Он хочет, чтобы ты накрылся одеялком и плакал И жалел себя самого Никто не знает, через что я прохожу Мне просто умереть надо Я устал от этих проблем Нет Проблемы — часть жизни Ты дышишь? Если ты дышишь У тебя будут проблемы Перестань себя жалеть Да восстанет Бог Вот что Он хочет слышать Он хочет слышать, как ты взываешь к Нему Он сказал Ремии В 33.3 Он говорит, воззови ко мне В проблеме Воззови ко мне Я отвечу тебе И покажу тебе Великие, могущественные вещи Малахия Малахия 4.2 Он говорит, боящимся Господа Солнце правды Восстанет над ними С исцелением В лучах Его Потолкни своего соседа И скажи, ну где твоя вера? Он — Бог битов Он — муж войны Он никогда не проиграл Ни одной битвы И Он не будет только начинать С тебя Проигрывать Он не будет на тебе Начинать проигрывать Любая проблема Через которую ты сегодня проходишь Я повелеваю тебе Восстань над ней Восстань над ней Поднимись над ней Поднимись над своей проблемой И не бери груст на себя Да восстанет Бог Да восстанет Бог Да восстанет Бог Позвольте мне показать вам некоторые места Писания Спасибо за просмотр! Бог восстанет Бог восстанет Он восстанет ради тебя Знаете, иногда выглядит Будто Бога нет Иногда молишься, молишься, молишься Как будто ничего не происходит Давид в этом бывал И в 43-м Псалме Он говорит В 23-м стихе Но за тебя умерщвляет нас Всякий день Считает нас за овец Обреченных на заклание И затем в 24-м Восстань Он Богу говорит Проснись Почему ты спишь? О, Господи Пробудись Не отринь навсегда Для чего скрываешь лицо твое Забываешь скорбь наше И гнетение наше Ибо душа наша унижена до праха Утроба наша прильнула к земле Восстань на помощь нам И избавь нас Ради милости Твоей Иногда Богу надо Чтобы мы так к Нему говорили Ты не можешь позволить Господь сейчас молчать Ты должен быстро мне ответить В 101-м Псалме Во втором стихе Он говорит Господи, услышь молитву мою И вопль мой да придет к Тебе Не скрывай лица Твоего от меня В день скорбь моего Преклони-ка мне ухо Твое В день, когда возову к Тебе Скоро ответь мне Мне нужны некоторые быстрые ответы Мне нужны некоторые быстрые вторжения У него есть скорость И в следующем стихе Он говорит Ты, Господь Пребываешь вовек И воспоминания о имени Твоем Во всех поколениях Ты же, Господи, вовек пребываешь И память о Тебе в рот и рот Ты восстанешь И помилуешь Сион Сион — это прообраз церкви Ты восстанешь И умилосердишься над нами Ибо время помиловать Его Да Пришло время Пришло время Это время благоволения Пусть ты примешь Елей благоволения Пришло время Дать Ему благоволение Сиона Время дать мне благоволение Скажи это Пришло время Дать Ему благоволение Сейчас Он говорит Ты восстанешь Бог восстанет И умилосердится Надо мной Потому что пришло Это установленное время Дать мне благоволение Сегодня Властью и милостью Элохима Я высвобождаю Необычное благоволение На твою жизнь Самая трудная жизнь — Жизнь без благоволения Жизнь без благоволения Тяжелая жизнь Нам нужно благоволение Пусть Бог восстанет С благоволением Пусть Он И зальет Елей благоволения На меня Я хочу Какой-нибудь Положительный отклик Мне не нужна Здесь тишина И спокойствие Я хочу Какой-нибудь Положительный отзыв Я хочу Благоволение Я хочу Благоволение Закрычай Благоволение 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 — это хорошо Когда ты ходишь В божественном Благоволении Это хорошо Все просто происходит Из-за благоволения И Бог говорит Я восстану И помилую И дам тебе благоволение Я дам тебе благоволение Перед Богом и людьми Тебе нужно благоволение Перед Богом И тебе нужно благоволение Перед людьми Все, что перекрыло Благоволение Над твоей жизнью Да будет сегодня Разрушено Знаете, когда я вижу Некоторых людей У них просто нет благоволения Когда у тебя нет благоволения Тебе нужно трудиться И страдать ради всего Я видел некоторых людей Которые говорят Я сильно тружусь Мне это не нравится Нехорошо Тяжело Работать Хорошо Мало Работать А получать Много Это то, что делает Благоволение Благоволение не трудится Тяжело Благоволение не лениво Но не трудится тяжело Некоторые люди работают С утра до вечера С вечера до утра С утра до вечера С вечера до утра Каждый раз, как на них Посмотришь О, я устал Я работал Я работал И в конечном итоге Показать им нечего Нет Работы мало А получай много Это благоволение Даже когда спишь Да будет жатва Это благоволение Неправильно питаться Своим потом Скажи Больше никогда Не будет мой пот Меня питать Благоволение 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 Куда бы я ни шел, я буду видеть Божье благоволение. Куда бы я ни шел, я буду иметь благоволение. Люди будут иметь ко мне благоволение. Мужчины и женщины. Ангелы будут давать мне благоволение. Бог будет давать мне благоволение. Демоны не могут проклясть меня. Потому что елей благоволение течет на моей жизни. Работаешь мало, получаешь много И тогда воздаешь славу Богу Ты знаешь, что все дело не в тебе Дело в Его милости Бог восстанет С многими литрами благодати И будет изливать благоволение на собственных детей Ты будешь выходить благословенным Будешь заходить благословенным Перед тобой двери захлопывать не будут Их будут захлопывать за тобой Я видел людей, которые мне говорили, что у меня вообще замков не существует Каждый раз, когда что-то раздают Как только доходит до меня Тут же останавливаются А у меня нет удачи Как только чем-то делится, доходит до меня, тут же останавливается Я говорю, нехорошо Жизнь благоволения Это когда за тобой прекращают раздавать Ты должен успеть попасть вовнутрь И милостью Божией я высвобождаю эту благодать Я высвобождаю это благоволение На твою душу На твою служение На твою семью Кто-нибудь подпрыгнет и закричит Я принимаю благоволение Я принимаю благоволение Послушай Если Бог высвобождает благоволение Ты должен его принять Если ты его не примешь Оно вернется ко мне И я уеду с кучей благоволения Поэтому, ладно, я молюсь, чтобы ты его не принял Ай, сиди как профессор А я все благоволение себе заберу И вернусь с ним в Лагос Со всем твоим благоволением Я вернусь в Лагос С твоей двойной дозой Двойной порцией Божьего благоволения Позволь мне пророчествовать тебе До конца этого года Я повелеваю тебе ходить в благоволение Которое ты никогда прежде не видел Весь остаток этого года Я провозглашаю Ты будешь ходить в необычном благоволении Бог будет двигать людей ради тебя Бог будет двигать людей ради тебя Благоволение Божье Будет привлекать твою судьбу Помощников Ты никогда не будешь ходить один Скажи, закричи это Я никогда не буду ходить один Бог сказал Бог сказал Нехорошо быть человеку одному Он не говорит о браке Нехорошо в своем служении быть одному Тебе нужны помощники Что приносит помощников Благоволение Именно Божье благоволение Привлечет помощь И Бог говорит Сегодня Не завтра Я восстану И помилую Потому что время, чтобы дать тебе благоволение Пришло Это Слово Господне Знаете, что Библия говорит? Небеса и земля пройдут Но Его Слово Вечно пребывает Он говорит Я наблюдаю за Своим Словом Чтобы привести Его в исполнение Он говорит Мое Слово никогда не вернется ко мне тщетным Оно должно совершить То, ради чего было послано Слово Господне было послано к тебе сегодня И это благоволение И это благоволение 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 в разуме Благоволение в служении Благоволение в твоем бизнесе Благоволение 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 Солнце праведности восстало с благоволением. Вот как он выигрывает свои битвы. Он дает тебе необычное благоволение, необычную мудрость, необычное понимание, и твои враги приходят в смятение. Пусть ты продолжишь приводить в смятение своих врагов. Пусть ты продолжишь удивлять своих врагов. Пусть ты продолжишь давать своим врагам бессонные ночи. Потому что они не могут понять, как же ты выживаешь. Это то, что Бог делает. Давид сказал, да восстанет Бог. И да рассеются враги его. Он говорит, дым улетает, улетучивается. Так и ты их рассеешь вдаль. О, Бог. А смок Как дым Знаете, что такое дым? Есть некоторые вещи которые сегодня должны превратиться в дым. Они должны улетучиться из твоей жизни. Скажи, Господь А смок дым Как дым уведеть меня нищету из моей жизни. Скажи своему соседу Некоторые вещи должны уйти сегодня. Знаешь что? Я тебе дам пять минут чтобы прогнать некоторые вещи Прогони болезнь Прогони неудачу Прогони смятение Прогони нищету Давай Как дым Прогони Прогони Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДimaTorzok 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 КОу Как воск Как воск тающий перед огнем так дорастают все враги твои и следующий стих говорит да радуются праведники Да, радуются праведники! Халлелуя! Это Божье повеление! Некоторые из вас так долго были в такой депрессии, в таком разочаровании! Но сегодня, я разрушаю силу разочарования! Я разрушаю силу этой депрессии! Я высвобождаю радость Господа! Да радуются праведники! Да радуются праведники! А почему мне радоваться? Потому что Бог так сказал! Я просто повинуюсь Богу! Может, у меня в кармане нет денег? Все равно! Я не жду, чтобы деньги меня обрадовали! Бог говорит! Радуйся! Забудь о своих неприятностях! Знаешь почему? Он их забрал! Он над ними работает! Он работает над этой ситуацией! Он сражается в этой битве! Тебе не нужно в ней сражаться! Тебе не нужно об этом волноваться! Тебе не нужно об этом думать! То все, что нужно тебе делать Радоваться! Радоваться! Пусть праведники радуются! Да радуются праведники! А праведники да возвеселятся! Да возрадуются перед Богом! Здесь в Библии так сказано! И сказано, да восторжествуют в радости! В английском пусть крайне радуются! Есть здесь кто-то, кто верит? Тогда радуйся! Будь веселись! Перед Богом! Это твой день! Это твой час! Это твой момент! Да возвеселятся праведники! Да развеселятся праведники! Да возвеселятся праведники! Субтитры делал DimaTorzok 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 Там сказано, да танцуют перед Богом своим Я помню одну песню, которую певали бывало Иногда, когда я в Нигерии, я ее просто пою Нанананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананан Субтитры сделал DimaTorzok 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 Я вижу, как благоволение вот так прямо опускается на людей. Как мантия. Пусть то благоволение, которое тебе необходимо до конца этого года, пусть оно усядется на тебя и пребудет на тебя. Пусть всякое проклятие будет разрушено. Пусть всякое проклятие будет разрушено. Пусть благоволение Божие пребудет на тебе. Во имя Иисуса. Аминь. Семь раз закричи аминь. Тебе нужно благоволение. Иди сюда. Подними руки. Пусть необычное благоволение будет высвобождено на тебя. Пусть необычное благоволение которое будет привлекать те вещи, что дьявол удерживал. Я вижу, что какие-то вещи были удержаны от тебя. Но прямо сейчас благоволение Божие высвобождает их. Он высвобождает их. Халлилуйя! Халлилуйя! Эвелин! 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 Это че-то имя. Иди сюда. Ты слишком благословенна чтобы быть в стрессе. Аминь! Я вижу банду против тебя. Но все потерпят неудачи. Они все падут. Потому что Бог с тобой. Во имя Иисуса. Прими на деление. И иди в радости Господа. Во имя Иисуса. Аминь! Все пасторам, придите, возьмите благоволение. Вам нужно благоволение. Пусть Бог высвободит помощников. Пусть Бог высвободит помощников. Пусть Бог высвободит помощников. Скажите, Бог! Бог! Дай мне Твое благоволение! Мне нужна помощь! Во имя Иисуса! Аминь! 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 Коснись! Коснись! Коснись, Святой Дух! Благоволение! Принимай! 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 Благоволение! Принимай благоволение! Принимай благоволение! Принимай благоволение! Принимай благоволение! 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 Пусть елей благоволение утопит тебя. Воздаем ему хвалу. Воздаем ему хвалу. Воздаем ему хвалу. Воздаем ему хвалу. От головы дай подушь в ногу. Дотечет. 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 Дотечет.